Новый учебный год начнется в этом году для 110 тысяч западно-казахстанских школьников. 12 тысяч из них пойдут в первый класс. Ставшая традиционная благотворительная акция «Дорога в школу» стартовала задолго до Дня Знаний. Собрать к новому учебному году детей из многодетных и малообеспеченных семей помогают сами школы, предприниматели и общественные организации. Моя коллега Батагос Базарбаева продолжит тему. Около 30 тысяч западно-казахстанских школьников новый учебный год начнут в дежурных классах в штатном режиме. Это ученики начального звена. Им нужны иранцы с канцелярией и спортивные костюмы. Многодетным родителям, обратившимся в приемную партию Нур-Утан, помогают предприниматели. Перед началом учебного года решили порадовать первоклассников. Купили им школьные принадлежности, сегодня вручили. Это хорошая акция. Бизнес тоже вносит свой посильный вклад в образование наших детей. У Иржигита Хайрашева месяц назад скончалась жена. Мужчина остался с семью детьми. Младшей девочки нет еще и года. Неравнодушные горожане помогли ему закрыть кредиты, собрали средства на новое жилье. А детей с подарками навестили учителя. В семье в этом году сразу пять школьников. Старший в восьмой класс пойдет, еще один в четвертый. Две дочки-двойняшки у меня пойдут во второй класс и младший сын в первый класс. Четверо будут учиться в штатном режиме в дежурных классах. Я сам их не смог бы собрать в школу. Спасибо землякам. Около трех тысяч городских школьников сегодня уже получили канцелярские товары, рюкзаки, школьную форму, спортивные костюмы. Также ученики из малообеспеченных и многодетных семей обеспечиваются компьютерами для дистанционного обучения. Компьютеры и планшеты передаются из школ на возвратной основе. На 25 миллионов цинге купили товары для школьников нынешней акции «Дорога в школу». А 28 тысяч семей региона получат компьютеры для дистанционного обучения. Ботогос Базарбаева, Балат Шарлгасов, Руслан Газизов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар-24.